Я рада всех вас приветствовать на встрече постоянно действующего дискуссионного клуба Чайпите у классиков. Вначале, если можно, разрешите несколько слов вообще рассказать об этом проекте, что это такое и куда вы попали. Этот клуб, Чайпите у классиков, существует уже три года. Я вижу вот здесь знакомые лица, которые уже три года к нам приходят, вижу кого-то, кого еще никогда не видела. Дело в том, что идея создать такой клуб родилась как раз-таки три года назад, когда мы как-то разговаривали со студентами, и они пожаловались, что вот такой формат лекций, семинаров традиционный, он не всегда позволяет поговорить о том, о чем хотелось бы. То есть есть какие-то темы, которые выходят за рамки программы, есть какие-то темы, на которые просто времени не хватает. Но самое главное, что хочется иногда просто неформально, но содержательно пообщаться с преподавателями, с профессорами. И вот такой вот традиционный формат лекций и семинаров не всегда это позволяет сделать. Поэтому вот мы задумали ежемесячно встречаться на площадке нашего клуба и общаться неформально, но содержательно. Обычно у нас встречи такие достаточно камерные. Мы даже всегда заказываем маленькую аудиторию. Сегодня, как вы видите, нас много, но это совершенно не значит, что встреча у нас формальная. Доказательство тому чай, да, у нас два прекрасных термопота, которые будут работать весь вечер. Пожалуйста, подходите, угощайтесь, да. Это неформальная встреча. Я очень надеюсь, что у нас будет возможность сегодня пообщаться, да, обсудить те вопросы, которые возникнут по ходу дискуссии. И я всех приглашаю быть активными и участвовать в обсуждении. Теперь несколько слов о том, какой цикл встреч был организован в прошлом году и в рамках какого цикла проходит сегодняшняя встреча. Цикл называется «К проблеме методов психологии». Дело в том, что вообще все темы, которые мы посвящаем встрече нашего клуба, определяются вами. То есть гости клуба постоянно нам присылают предложения с темами. Да, вот что сейчас актуально, что хотелось бы обсудить. Был памятный юбилейный год Выгодского. Мы очень много говорили о наследии Льва Семеновича, читали его работы, читали его произведения. Обычно наши встречи всегда связаны с чтением какой-то классической работы. Затем вот мы говорили о наследии Челпанова. У нас было несколько выездных чаепитий в психологическом институте РАО на Маховой улице. И затем вот начался такой цикл, который мы решили посвятить проблеме метода. Дело в том, что вообще проблема метода это одна из самых таких собственно насущных проблем, которые всех нас в той или иной степени касается, когда мы проводим исследования, когда мы какие-то экспериментальные работы делаем. То есть каким методом мы можем исследовать то, что нам нужно. И вот в рамках этого цикла было было две встречи, посвященных истории развития методов психологического исследования. Была встреча, которая называлась «Народные игры как средство профилактики девиантного поведения». Все эти встречи записаны на видео. И все это можно посмотреть вот здесь адрес сайта. Там огромная библиотека с видеозаписями, с интересными материалами, которые все находятся в открытом доступе. И, пожалуйста, милости просим всем этим пользоваться. И вот сегодня мы приглашаем вас поговорить об истории обучения слепоглухих. Понятно, что эта тема, может быть, не каждого здесь присутствующего непосредственно касается. Не все, может быть, работают с такой категорией детей. Но, во-первых, это действительно уникальная сегодня возможность благодаря Татьяне Александровне Басиловой поговорить об этом, узнать, какое уникальное наследие есть в России, как работают с этими детьми. И, во-вторых, как говорил Лев Семенович Выгодский, чтобы понять, как развивается обычный ребенок, иногда бывает полезно посмотреть, как развивается ребенок с нарушениями, ребенок с особенностями. И поэтому, я думаю, что в более широком контексте эта тема будет интересна всем, кто сегодня нашел возможность нам вбить. Два слова еще о формате встречи. Мы посмотрим небольшой фильм о Татьяне Александровне Басиловой, о его работе и о работе от Тогорского интерната. Мы даем отдельную благодарность Татьяне Автопольск-Какаловне, которая перевела на русский язык и подготовилась к синдроме этого фильма. Продолжение у нас будет разговор о книге Татьяны Александровны, и можно будет задавать вопросы и выдержать услуги. Татьяне Александровне, я тогда дам своего слова Татьяне Александровне Басилова, профессор, заведующий партизм, директор, и не заведующий партизм. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень рада, что только народ пришел неотвестанно за это. Но это не публичное место, которое мы требовали, а как другие преподаватели считают, а это такая встреча неформальная, как уже было сказано. Я думаю, что это прямо имеет отношение к методам психологии, потому что один из главных принципов нашей отечественной психологии – изучение ребенка в процессе обучения. Вот именно об этом можно будет поговорить. Встреча касается истории, имен разных. Я буду об этом говорить тоже. Давайте посмотрим фильм. Фильм снят 30 лет назад. Вообще, первый, кто заинтересовался и сделал профессиональный фильм о слепо-глухих, это была компания BBC английская. Сначала они сделали… Когда вот началась перестройка, и Россия открылась, и стали все интересоваться, и особенно модным стало интересоваться Выгодским, и они стали ездить сюда. Ну да, первый фильм был очень большой, такой научно-популярный, из серии «Трансформс» назывался. Там разные такие необычные истории, например, там, христиане в Эфиопии, и в том числе «И слепо-глухие в России». Да, этот фильм большой, 45 минут, но он такой позитивный. Но через несколько лет они приехали, для того, чтобы сделать маленький фильм для образовательной программы BBC, который должен был… Значит, заказ на него сделал британский открытый университет. Он предназначался для психологов первого курса. На самом деле, вот я очень благодарна, что уже сделаны титры. Фильм небольшой, как я уже говорю, 30 лет назад, вы увидите меня совсем, да, другой. Еще хочу сказать, что когда они уже озвучивали фильм, они мою фамилию перепутали, потому что в одном английском издании была моя работа Васильева. Да, и я там Таня Васильева. Знаю, что я потом извинялись, но это ничего страшного, это как бы по псевдонимам. Но фильм не очень, на мой взгляд, позитивный получился. Ну, смотрите. Смотрели этот старый уже фильм. На самом деле сейчас появились совсем новые фильмы, уже отечественные, благодаря форме соединения, в прошлом году, 4 года почти, да, взял на себя такое большое очень финансирование. И жизнь Слева Гутинга очень изменилась, по крайней мере, в Москве, не то есть в Москве. Но вот этот фильм, как вы видели, он сделан, ну, что Соколянский, как бы работает, ну, в теории выводства, на самом деле и самовар. Соколянский имел, да, вот сейчас вы видите, обложку книжки, да, несколько слов, если кто читал эту книжку, посмотрел, да, интересовался историей обучения слепоглухих. Я просто напомню вам, что, да, это началось еще до революции в Петербурге, это была благотворительная организация, многие люди собирали деньги на ее существование, и первая школа «Приют для слепоглухих» была открыта в 1909 году. Да, может быть, там не было такого изучения, но, однако, эта школа была практикой, базой практики для лучших вузов Петербурга, больше всего, наверное, там работали студенты Бехтерева, психонерологической академии института, как он тогда назывался, и Соколянский попал туда, будучи студентом этого института, попал на эту практику и видел слепоглухих детей впервые там. Он хорошо знаком с учителями этого заведения, потому что он сам, кроме обучения у Бехтерева, он еще и учился маринских курсов учителей слепоглухих, ой, глухих, простите, да, и себя он всю жизнь считал сурдопедагогом, педагогом глухих, и вот это, на самом деле, обучение глухих – это действительно очень сложная задача, и он говорил, что он хотел разобраться в тайне обучения слепоглухих речи, именно обучая слепоглухого ребенка, и он считал, что он нашел такой выход, но до сих пор сурдопедагоги не очень это признают. Ну, дальше, вы видели, судьба сложилась так, что когда он оказался после революции в Харькове, и там нашли несколько тотально слепоглухих детей, он организовал там школу. Параллельно почти, это вот группа петербургская, после революции, оставшиеся от нее, она продолжала существовать в Петрограде, потом в Ленинграде, поэтому это тоже такой небольшой был кусок образования слепоглухих. Ну, и, наконец, это Москва, куда переехал тот же Иван Афанасьевич Соколянский. Вы видите, здесь фамилии людей, которые принимали участие вот в разные годы в обучении слепоглухих, но основные герои моей книжки – это, конечно, Соколянский, Ермоленко и Мещеряков. И здесь я вот собрала фотографии касательно Харьковского периода. Вы видите его совсем, молодым, в лаборатории. Вы видите его первых учеников, вы видите саму лабораторию. Собственно, это одна комната, одна большая комната, где обучались тотально слепоглухие дети от пяти до девяти в разное время. И даже лежачего он брал, он даже брал мальчика туда. Его не останавливало это совершенно, хотя это, в общем-то, три педагога и две, наверное, нянечки. И очень сложные условия. Можете себе представить, Харьков в 20-е, 30-е годы, когда и воды не было время от времени, и еда была очень скудная, и, видите, все дети обриты, потому что, да, с гигиеной тоже было плохо. Но здесь же вы видите и фотографию Ивана Афанасья тюремную. Он сидел при царе, был обвинен в покушении на казачьего вахмистра. Он родился в украинской казачьей семье в станице Динской. Кстати, там есть народный музей, и там ему посвящена целая экспозиция. Видите, его тюремная фотография. Так что при Сталине он сидел дважды. Сначала в 1933 году обвиненный за национализм. Вы знаете, там был разгром интеллигенции Харьковской, которая всего-навсего хотела издавать журналы на украинском языке. Это очень старая традиция. На самом деле, Соколянского был такой ореол, что сейчас очень современный, потому что сейчас происходит вокруг, украинского националиста, потому что в 1910 году он на съезде сурдопедагогов России требовал обучения глухих украинских на украинском языке. Это было совершенно справедливо. Да, совершенно справедливо. Ну вот, он был обвинен в 1933 году и первый раз был арестован, но быстро вышел. У него были тогда уже горькие. Переписывался с его ученицей Ольгой Скороходовой, слепо-глухой, самый известный. Еще у него был замечательный друг Воробьев, фанатом, который бальзамировал тело Ленина и поэтому имел такую, на самом деле, да, вес. Говорят, что, в общем, есть, да, в его переписке осталось это, что, наверное, ему помогли они тогда. Но, однако, его посадили в 1938 году. И уже сломленный, подписавшийся обвинение ужасное, там тоже своя была история, полтора года проведший в лагерях. Он, кстати, ненавидел психологов. Он считал, что именно психологи устраивали ему в этой тюрьме пытку. Там, если кто читает книжку мою, там есть эти письма, где он описывает, как психологи придумывали в этой тесной коморке, где ему не давали спать, там на стене были. Вот он сидел к стене, и там дорисованы глаза. Он считал, что это достижение психологов. Да, он себя психологом не считал, он воевал тогда, времена были, когда постоянно были, да, но с психологами было очень сложно. Потом разгром педологической школы и так далее, и так далее. Он после освобождения из тюрьмы, он переехал, его пригласили в Москву, потому что он был известный сурдопедагог. Мы, самый институт экспериментальной школы, который стал институтом психологии. И, в общем, он вот до конца жизни, не сразу получивший возможность опять вернуться к обучению слепоглухих, обучавших их заочно. И здесь вы видите, вот в фильме мелькнула эта фотография, вот Юлия Виноградова, да, вы видели, она там с слепкой тоже сидит, ощупывает фигурки. И Юлия Виноградова, его такая последняя известная ученица, которую, когда увидел Пиаже на съезде психологов, написал, что это потом, да, нашли его воспоминания, что это самое интересное, что он видел в Советском Союзе. Видите ее лепку в фильме, тоже это прозвучало. Я горжусь этим эпизодом «Живой свиньей», потому что это единственное, что я могла в этот фильм, да, добавить. Они снимали очень быстро, где-то два дня, и вот мы нашли эту свинью, да, настоящую, живую, они вот этим улежи, и сняли этот, да, фильм. Вот посмотрите, да, здесь вот, это совершенно уникальная лепка, девочка очень детально изображала все предметы своего быта. Она жила дома и воспитывалась как бы заочно под руководством Ивана Афанасьевича Соколянского. Видите, здесь его другого ученика, Сергея Сироткина, который теперь кандидат философских наук, мой ровесник, который вот тоже заканчивал Московский университет. У меня нет фотографий, к сожалению, я так и не добралась до этого в силу занятости, да, до Петербурга, чтобы собрать фотографии, Ирмолин, хотя ее архив в Москве хранится, но фотографий там очень мало. Я только хочу сказать, что она работала непосредственно с Лепоглухими очень короткое время, несколько лет, вот до войны, потом все дети почти погибли в блокаду. Августа Викторовна, однако она написала докторскую диссертацию по проблемам слепоглухоты, и самое главное по результатам этой работы совершенно классическая, вышла небольшая монография «Очерки психологии слепоглухонемых детей». Она тесно сотрудничала с Сергеем Леонидовичем Рубинштейном, и вот это влияние очень хорошо чувствуется, вот такая, академизм, да, этой небольшой книжки, где про все стороны развития слепоглухих, не только в нашей стране, но и за рубежом. Она овладела 11 языками, да, она смогла всю доступную литературу, она как эксперт, ей был доступ, да, и мало того, все, она преподавала в университете, она преподавала в Герценовском институте, и поэтому все студенты того времени, слышали об этой проблеме из ее лекций. Вот от Бодолева я слышала, да, он ее часто вспоминал, потому что именно оттуда он знал об этом, об этом опыте, из ее лекций. Ну, после Ивана Фанельевича Соколянского, это уже, вы тоже там видели, Александр Иванович Мещеряков, уже мой учитель, и вы видите здесь вот студентов, его лабораторию, где та же Ольга Ивановна уже скороходовала научным сотрудником, кандидатом наук, и так далее. Вы видите ее с Юлией Виноградовой, последние годы, потом она уехала домой, да, отказалась учиться в Загорске, и, в общем, деградировала. Это своя большая история. Вот четверо студентов вуза, они все выпускники Загорска, но, однако, они пришли туда не с детства, а уже это приобретенная слепоглухота, с очень разной историей, и двое из них, вот Саша Суворов и Юра Лернер, начинали в школе слепых, да и Сережа Сироткин, он тугоухий, слепой, у него слой косичатки, тотально слепой, он учился еще во времена Соколянского было организовано его индивидуально, интегративно, инклюзивное обучение в московской школе слепых с одним учительом, учитель его сопровождал, так все это было возможно. Надо сказать, что инклюзия, об этом есть даже у Ивана Афанасьевича, это было всегда, да, просто очень редко представлено, он бы тоже сопровождал, например, глухих таких детей в обычной школе. Ну и дальше у меня очень мало об этом в книжке, я просто вам показываю портреты экспериментальной группы, учителей, экспериментальной группы для слепо-глухих и вот этих учеников, да, вы видите, это уже, это долгое время, до 1992 года существовала сеть экспериментальных школ при Академии педагогических наук, в том числе и экспериментальная группа при школе глухих на Кропоткинской набережной, дом 1, да, вот там вели занятия со слепо-глухими студентами, семинары проводили, приходили, учителя, здесь вы видите и вот портрет замечательного доктора, которая, да, много лет работала в институте, да, мне очень повезло, вся диагностика, 30 лет была вместе с Галиной Петровной Бертыни, давно ушедшей из жизни, которая генетик и педиатр в одном стакане, да, которая знала все современные синдромы, всегда была в курсе всех событий зарубежных, да, входила в библиотеку, немецкий язык, все, она следила за прессой медицинской, благодаря ей появились очень такие современные, я думаю, у нас были всегда представления о причинах слепо-глуха, видите, Людмила Филипповна Абухова, которая была куратором, куратором обучения слепо-глухих вот в УЗИ последние годы, когда они учились, и, в общем, я ей благодарна, именно она меня пригласила в этот университет, и первую дисциплину, которую я здесь читала, это была на психологии образования обучения слепо-глухих детей, она считала, что это очень важно, мы, конечно, не рассчитывали готовить учителей для слепо-глухих ни в коей мере, но вот она считала нужным обязательно познакомить с этой культурой психологов образования, ну и тут вы видите Ильенкова Эвальда Васильевича с Сашей Суворовым вместе и Михайлова, да, Феликса Трофимовича, которые, в общем, помогли, ну, Ильенков был таким душевным другом, и особенно на Сашу оказал огромное влияние до сих пор, да, это Саша не устает повторять это, а Феликс Трофимович взял эту группу, вот, когда они закончили университет, и некуда было идти, и тут нет у меня портрета Василия Васильевича Давыдова, но который сразу их забрал к себе, потому что, да, нужно было что-то, что-то делать. Ну, и здесь еще в углу видите портрет, я сюда вот на презентацию ставила портрет Ван Дайка, известного нидерландского психолога, который недавно ушел из жизни, потому что это другая уже линия, он приезжал часто, он очень интересовался школой Соколянского и Мещерякова, у нее есть отдельная статья об этом, пожалуй, самый такой внимательный из зарубежных коллег, относившийся к нашей истории обучения и, собственно, очень много давший нам, потому что вся культура помощи детям с врожденными множествами нарушения развития, с интеллектуальным проблемам, это шла, конечно, с запада, у нас такой культуры не было, мы таким детям очень долго не умели и не помогали, и нам не давали даже возможности помогать. Ну, и в конце, да, я хочу, как бы, я получила, ну, приглашение выступить с докладом на конференции памяти Людмилы Филипповны Абуховой, которая будет в ноябре, и тут я, для того, чтобы как-то нашу дискуссию поддержать, я несколько цитат, вы знаете, что Людмила Филипповна Абухова в ее возрастной психологии есть целая глава, посвященная обучению слепо глухих, она не уставала про это вспоминать, и когда меня здесь видела, всегда спрашивала, а как там наши, да, как там наши, и вот цитаты из ее возрастной психологии учебника, в которой она совершенно справедливо утверждает, что опыт обучения слепо глухих подтверждает основные, ну, принципы, да, отечественной нашей психологии, которые вы видите на этом слайде, в том числе исследования, да, психики в процессе ее формирования, да, о чем я уже говорила. Ну, и последние ее цитаты, да, о том, что развитие, да, это со времен Трошина и Выгодского идет по одним и тем же законам, но и что она начинается в условиях неразрывного единства ребенка и взрослого и совместной деятельности, но вот я хочу подчеркнуть особенно последнее, что важнейшие условия при этом эмоционально положительное отношение между ребенком и взрослым. Я считаю, что это одно самое важное, да, что нас объединяет, к сожалению, с этим большие проблемы у нас, поэтому я думаю, что пандемия аутизма, да, она в отчасти и в этом тоже в другом образе жизни, да, современных людей будет всегда привлекать эта проблема психологов, хотя, конечно, слепоглухота всегда была редким нарушением, она всегда требовала самопожертвования со стороны педагогов и близких. Очень много как бы изменилось, да, если та вот светочка, которую вы видели в самом начале этого фильма, это оперированная катаракта, то теперь такая бы девочка видела гораздо по-другому, гораздо лучше, потому что теперь это искусственные хрусталики, а тогда это была слепота, это большая группа детей как бы уходит, коклеарные имплантации делает совсем другим развитие ребенка, слепшего оглушивого от менингита, как Лен Келлер, да, или другие, они становятся слышащими, слепыми, да, это совсем другая история, значит, это уменьшает очень хорошо, уменьшает эту группу людей, а вот как бы само изучение таких детей, но оно становится все реже, да, или это дети гораздо с тяжелыми, более тяжелыми врожденными нарушениями, их тоже очень интересно изучать, но они не дают такого феноменального успеха, да, в своем обучении, все равно это полезно. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, да, да, я совсем забыла, я еще хотела тут сказать, что вот в наш университет, благодаря Людмиле Филипповне пришла я, потом пришли время от времени еще из бывших членов лаборатории, института, который теперь практически все свои лаборатории утерял, перестал финансироваться должным образом, называется Вересуд коррекционной педагогики, это совсем не то, абсолютно не то, что было раньше, вот нам повезло, что здесь не только я, да, но Александр Васильевич Суворов, выпускник МГУ, и вы здесь видите его на занятиях со студентами в магистратуре, вот, которые, вы видите, название ниже, он и не только здесь, он у меня ведет металлогический семинар, и выступает, и ведет дисциплины на других факультетах, и вы видите Сергея Сироткина, мы здесь были застрельщиками первых курсов для подготовки волонтеров и сопровождающих слепоглухих взрослых, вот эта проблема детей слепоглухих, она переходит на проблему взрослых, самое большое количество оказывается слепоглухих в мире, это старики, ослепшие и оглохшие, люди дольше живут и хуже видят и слышат, и это, эту проблему давно подняли на Западе, и больше всего специалистов работает именно с этой категорией, а дети, да, становятся все тяжелее, и как бы такой интерес научный, да, он вот, да, изменяется. Пожалуйста, вопросы. Скажите, пожалуйста, на каком производится вообще обучение детей, как вследствие их творится жизнь в целом социальной плане, и на ответственность обучения как вообще закладывается система оценки людей на сегодняшний день? Ну, это очень, очень разные истории, почти всегда, ведь это больные дети, да, они ослепли и оглухли по причинам достаточно тяжелых заболеваний, иногда это прогрессирующие заболевания, поэтому часть, в общем, вот в этом фильме, может быть, вы обратили внимание, там такая троица стояла, детей, которыми, три девочки, с которыми говорили в руку, и одна из них такая маленькая, вот эта Танечка, она ушла из жизни не даже до 18 лет, потому что это прогрессирующее, да, тяжелое заболевание, которое привело вот к такой короткой жизни, очень часто, очень успешно начинавшие обучение слепоглухие дети, у них привелось эпилептические припадки, которые, да, вели к деградации, очень разные, очень разные истории, это каждый раз своя история причин, да, течения этого заболевания, помощи своевременной, если она была начата и так далее. Вот вы видели студентов, да, студентов слепоглухих, которые закончили Московский университет, и, пожалуй, раньше всего начал в этой системе обучаться Сергей Сироткин, который в три года у него произошло, он был тугоухий от рождения, но не говорил, и тогда точно было сложно разобраться в остатках возможностей его слуха. Тотальная ослойка сетчатки произошла это синдром наследственный в три года, и, в общем, вот он попал в хорошие руки учителей, да, систематически занимался, это каждый день, вообще принципы обучения слепоглухого не такие же, как любого ребенка, но здесь вот они особенно важны, это постоянство места, постоянство людей, окружения, постоянное постоянство времени, режима дня, для того, чтобы это все было. Вот Сергей Сироткин из этой четверки раньше всего начала обучение и достаточно успешно учился в университете, и сейчас он возглавляет сектор обучения слепоглухих, центральное управление общества слепых, но уже тоже возраст, здоровье, и у нас не лучше человек, который вот с таким сенсорными ограничениями, у них нервная система, конечно, быстрее изнашивается, и здоровье тоже не блещет. Если говорить о других каких-то случаях, то вот видели Юлию Виноградову, которая ослепла и оглохла в два года, тотально слепоглухая девочка, которую Соколянский обучал на дому фактически до 14 лет, только в 14 лет он смог ее взять в институт в такой первый прообраз экспериментальной группы слепоглухих, но он ее где-то с 4-5 лет родители нашли его, и он переписывался, мало того, наоформил ее родственницу как лаборантку, и она как бы была связующим звеном между Новгородской деревней и Москвой. В 14 лет он ее взял, уже она читала, и в общем-то главная конечно была задача подготовить такого ребенка к обучению грамоте и чтению. Чтение, спасение от идиотизма жизни. Если это удается сделать, как писал Соколянский, то уже ребенок получает возможность как бы продвигаться самому, но это тоже все очень непросто, потому что сначала это необходимо сопротивление, сначала это лаптированные книги, которые для них как бы пересказываются определенным образом, и выборы тексты собственной жизни, друзей и так далее, родителей, когда они понимают контекст того, о чем там написано. Это очень интересная методика обучения чтению, мне кажется, очень такая прогрессивная и имеющая свое значение сейчас, когда у нас проблемы с обучением чтения и вообще к интересу чтения. То есть это все равно вот Юлия Виноградова, конечно, она стала читать, она обучалась математике довольно успешно и Соколянский начал в этой области тоже двигаться, но она не захотела жить в Сергеево-Посаде, в Загорске, мастерские, там же, тогда в те времена обязательно инвалид должен был проработать мастерскую для того, чтобы заработать пенсию, труд. А труд был довольно сборка, такая ручная сборка, от чего ее пальцы страдали, значит, ей было трудно читать, она уехала домой к родителям, родители умерли, она жила в семье брата, ездили туда наши друзья, и в общем есть даже целая статья в журнале, как она деградировала, несмотря на то, что у нее была возможность читать, и все, но все равно не было общения, не было сопровождения, и это в общем такая грустная картина, которая не только в этом случае наблюдается, если ребенок вот, да, то есть очень по-разному начинающаяся жизнь, довольно успешная, она может по-разному дальше, как и у всех нас, поэтому это очень разные индивидуальные истории развития, кому как повезет, но надо сказать, что вот залог успеха это, конечно, ежедневное сопровождение такого ребенка, ежедневное, не менее, как вот Ван Дайк описал, это мы как-то на это не обращали внимания, не менее четырех часов в неделе обязательных, да, вот совместных занятий, рядом быть постоянно, потому что нужно понимать все его, да, сигналы, да, что интерпретировать их правильно, ставить их на какой-то другой уровень, но вообще, как у любого ребенка маленького, да, каждый день, каждый день, это, да, его сопровождение для того, чтобы добиться успеха, вот я в клубе, прошлый раз мы встречались, отмечая день рождения, Элен Келлер, которая тоже два года ослепла оглохо, ее успех во многом том, что ей посвятилась жизнь учительница, даже в семье это невозможно, опыт показывает, а когда учительница, да, вот Анна Соливан взяла, фактически, как ее обвиняли из семьи даже, да, потом ее увела, но она ее сопровождала с утра до ночи, она была ее глазами и ушами, и это было залог того, что после смерти учительницы Элен Келлер достойно жила до конца своей жизни, и все президенты Соединенных Штатов, когда она умерла в 1968 году, считали за честь обязательно ее принять из себя, да, это вот, Соединенные Штаты умеют, да, уважать свои достижения и демонстрировать их всему миру, даже доллар есть с ее изображением, и два музея, в отличие от наших, нашей страны, да, которых явно не до этого все время. Здравствуйте, а вы знаете, какие-то вопросы, что-то интересные расскажут, а мы сейчас, да, можно попросить вопрос, почему он не эмигрировал, он же смотрит, он не сильен, там, национальность, ну, то, что он так смотрит, кто в свою жизнь, дети его, его сажали, такие гонения вообще. Вы как вообще себе представляете иммиграцию в то время? Железный занавес, вообще ни о чем даже подумать, но надо сказать, что с его национализмом тоже в конце жизни, долго живя в Москве, остались все его воспоминания, вообще замечательный архив, уникальный совершенно, вот я как бы первая, которая этим архивом занялась, но фон соединения, весь этот архив Соколянского, это письма, в том числе к известным психологам, он ведь хорошо был знаком и с Львом Семеновичем Выгодским, и с Петром Яковичем Галтериным, и с Алексеем Николаевичем Леонтьевым, и с Александром Романовичем Глуре, потому что они все когда-то приехали в Харьков, это вот знаменитый Харьковский период, в Московской школе, и они все бывали у него, все видели его достижения, и у меня есть статья, в которой я как бы описываю вот на Выгодского и Соколянского их отношения, но насчет национализма, да, я начала говорить, он в конце жизни писал, что, в общем, от его национализма ничего не осталось, как он писал, а галушки и борщ можно есть и в Москве. Да, он этим был раздражен, да, он был этим раздражен, и от его национализма ничего не осталось. Что касается его, он вообще был предан советской власти, он ее принял с самого начала, он еще, он ведь участвовал в эсеровском движении, он был экстремист, сейчас бы сказали, да, он покушался на вахмест, но потом, да, удалось как-то его из этого вытащить, из такого тяжелого обвинения, нельзя было его доказать. Он был в ссылке, и из ссылки он поехал в Петербург учиться, и там заканчивал. Вот это был очень активный человек, но которого все время, да, все время не давали. Он был потом сломан отчасти, и остались его письма об ужасе, да, об ужасе, который вот его преследует после этих пыток, да, и он пишет, что, конечно, столинская тюрьма никак не сравнилась с царской, да, это было вообще ужасно, ужасно по сравнению с тем, как это было до революции. Никогда не возникало, да, никакой мысли об этом, да, тогда мало кто вообще об этом думал. Так что об эмиграции в те времена, это 20-е годы тогда он был предан, он был член партии большевиков с 1920-го года, а сначала эсером, да, а потом. А можно у меня, у меня такой вопрос, который касается, собственно, процедуры, да, формирования личности, вот, да, в таких условиях. Вот мне интересно, мы знаем, что частью личности является образ себя, мы как-то себя понимаем, да, ну, зрячие люди себя видят в зеркале там как-то, мы немного не совпадаем по своим представлениям о себе с тем, что мы в зеркале иногда видим, но тем не менее, какой-то образ себя есть. А у слепых детей это нужно, важно, мы знаем, что это важная часть вообще личности, можно это сформировать? Или есть какая-то компенсаторная вот этой личностной компоненте штука, которая у них формируется? Или ее нет, и она не так важна? Нет, ну, я думаю, что, конечно, это, прежде всего, понимание, это сознание себя, я, да, что я, это нечто отдельное, что это мои желания, это мои вещи, да, все это, конечно, формируется, да, все это формируется, все это развивается, это еще и даже до специального обучения, если ребенок растет, да, в нормальной семье, это все как бы складывается, а тут так же, как и у любого другого, но в зависимости от опыта, да, от опыта, от того, насколько, да, и вот на это обращают внимание окружающие, я хочу просто сказать, что, ну, большинство слепоглухих, очень мало их тотально слепоглухих, это очень хорошо, хотя вот они вроде интереснее всего, в основном это слабовидящие глухие, это самая большая группа слепоглухих, и раньше там по-разному это менялось, и я помню, что я делала такое с ними, когда у меня были часы учителя, я время от времени, да, по 10 часов где-то в неделю работала с ними, вы знаете, мы использовали каждую возможность, это такая вот традиция, чтобы их познакомить с жизнью людей, да, с жизненным пути человека, и, например, юбилей учительницы, юбилей учительницы, мы делали такие газеты, в которых мы собирали фотографии, отражающие весь жизненный путь человека, от детства до свадьбы, да, или вот до сегодняшнего времени, очень внимательно об этом говорили, и потом я, значит, после вот этих всех юбилеев, да, которые мы очень интенсивно обсуждали и прочее, мы, я давала им лист бумаги, надо сказать, что ограничение зрения не является ограничением рисования, вот слабовидящие, глухие дети с очень плохим зрением, которые в темноте, в сумерках ничего не видят, с которыми мы переходили, вот так она, эти дети замечательно рисуют, все зависит от их, вот от того, насколько мы используем рисунок, а Соколянский считал, что рисовать нужно вообще до четвертого класса, непрерывно, да, особенно с глухими, да, вот со слабовещими глухими, они мне рисовали себя, да, я давала пустые клеточки в разном возрасте, да, и, например, вот эта почти слепо, тотальная, почти тотально слепо глухая девочка нарисовала себя совершенно точно, да, младенцем, дошкольницей, 20 лет с гусами, с красивой прической, рядом стоит маленький ребенок, она говорит, мама сказала, что в это время я рожу, значит, уже ребенок должен быть, старушкой себя нарисовала, полное представление, где-то в 9-10 лет у нее было полное представление, но другой, да, но другой ребенок из этой группы, который в такой гиперопеке жил и прочее, он нарисовал себя в синим костюмчике, костюмчике младенцем, дошкольникам, ну, и старикам, и все, и самый большой он был 7-10 лет. Вы знаете, очень похоже на рисунки детей с детства, да, то есть это очень по-разному складывающе, даже вот слабовидящие, да, которые, ну, есть, конечно, проблема, в этом это очень интересная проблема, например, для тотально, да, ослепших, или рано потерявших зрение, это, конечно, образ себя, вот такой, как привычный нам, они не видят себя в зеркало, они не понимают возрастных изменений людей, и этим надо заниматься, но до этого у нас туда руки не дошли, потому что представляете себе обучение, изучение каждого, это жизнь этого ребенка, их не может быть много, да, это один ребенок, которого ты сопровождаешь какое-то определенное время, потом, да, он уходит по тем и другим обстоятельствам от тебя, и другой, который какой-то, и очень повезет, то есть это долго, но что-то для того, чтобы соображать долго, это нужно, в общем, да, это такое самопожертвование, на самом деле, да, поэтому таких историй очень мало. профессионально, чем у Ширякова хорошо показано, это сам уход за собой, прежде всего, дает вот эту возможность осознания себя, как... конечно, конечно, да, все начинается с самых простых действий, да, это самообслуживание, да, в этом они узнают мир ближайший, вся речь касается потом этого, да, она может быть комбинированной, что-то показать жестом, что-то сказать словом, что-то на табличке, да, показать, вот это все сначала, вот этот контекст, да, который, вот его реальной жизни, а потом начинается описание этой жизни в дневниках, да, это вот замечательная система параллельных текстов Соколянского, мне кажется, тоже недостаточно оцененная, так и оставшаяся, да, вот как-то приговаривает, ну, в общем, у него осталось очень мало рукописей, это были дореволюционные или послереволюционные работы на украинском языке, которые касались больше глухих, и он ведь на самом деле был как раз не... он был последователь, ученик Бехтерев, он был реактолог, и он записывал, то есть у него остались, в его архиве остались вот эти фолианты, где он фиксировал каждое движение ребенка, каждое его слово, такие бесполезные на самом деле, да, документы, но реально, конечно, да, вот, реально это вхождение ребенка в культуру, да, через вот сначала навыки самообслуживания, предметные, а потом все, да, больше и больше. И когда мы заканчиваем, насчет личности, хочу сказать, что вот когда я пришла, мы обратили внимание, мы стали же тоже сопровождать слепоглухих студентов, организовывали я после окончания МГУ, организовывала их обучение в МГУ, да, один из организаторов, у нас было трое таких философов и два психолога молодых, мы столкнулись с тем, что они очень плохо подготовлены к самостоятельной жизни, да, что, и вот из этого всего потом родилась программа, которой Саша, тот же Суворов нам очень помог, рефлексируя, да, свои проблемы, социально-бытовой ориентации, в которой главное это было представление о жизненном пути человека, разных, да, и слышащих, и осознания себя. Вот эти две линии, такие психологические, они были именно в основе этой программы. Да, кто-то там еще, пожалуйста. Да. Спасибо вам, Захарфиевна. Скажите, пожалуйста, не было ничего технических средств, которые строят в этой инфраструкции и обучения в дальнейшем инфраструкции. Сколько привезли соколянская работа, проблема инфраструкции, который был внедрен в его посредственную генеру, которая играла где-то дальше. То есть, Соколянский, вы создавали свои сфотографированные внимания к кодеке, да, на правильности. Что сейчас? Ну, сейчас, сейчас, конечно, совершенно другие времена, если раньше это были все контактные способы, да, общения. Соколянский действительно изобрел читающую машину, да, где все на осязание, да, можно было шрифт, да, весь изобразить, но, ну, так и осталось с таким заготовками. Сейчас компьютеры, брайдерский дисплей, и вот, например, я знаю, что хотели пригласить Александра Васильевича Суворова на эту встречу, но он сейчас, да, его нет в Москве, когда, если вы его пригласите, то он принесет свои гаджеты. Это маленькие гаджеты, которые ему позволяют сделать записи, да, и читать любой текст из интернета. Интернет, конечно, дал совершенно другие возможности общения, и есть курсы обучения в обществе слепых, и слепоглухие, вот и в фонде, есть такой фонд в Пучково, недалеко от Троицка, под Москвой, который вот регулярно устраивает такие курсы для слепоглухих, обучая их вот пользованию, да, современными инфрационными средствами. И это совершенно другие возможности, они могут общаться со всем миром, да, благодаря компьютерам, которые становятся, Москва, надо сказать, снабжает бесплатно, да, эта техника, она очень дорогая ведь, а они свою, немножко устаревшую, отдают в регионы своим друзьям, да, вот так идет, такой, как бы, обмен, потому что там, конечно, до этого часто не доходит, нет возможностей, компьютеры, компьютеры, и разные, много всяких сейчас приспособлений, вы знаете, изобретателю только дай, да, эту задачу, и есть, просто благодаря этим мобильным телефонам, да, можно общаться сейчас со слепо-глухим, с разными системами, не только Брайлем, но и Лорм есть, да, еще разные, очень разные системы, просто приложения, специальные приложения, которые дают такую возможность. Это очень быстро развивается, мало того, технические средства не только обучения, но ведь сейчас и протезирование колоссальное, биологический глаз, и это тоже есть попытка уже использовать, вот фонд от соединения очень идет на такие проекты, да, новые, интересные, о которых можно, значит, да, показать свою значимость, сейчас они, у нас же нет точной диагностики генетической, вот, например, синдром Ушера, это глухота или тугоухость с рождения, постепенная потеря зрения, в подростковом или более старшем возрасте, 50% взрослых слепо-глухих это люди с синдромом Ушера, глухие, тугоухие, потерявшие зрение. У нас нет эталонного гена, да, для того, чтобы делать эту диагностику, а вы знаете, что нас использовать Запад, который очень активно бы нам открывал свои двери, но биологические материалы не вывести и прочее, прочее, вот они, проект для того, чтобы диагностировать синдром Ушера, но главная цель это как бы помочь им благодаря этим техническим средствам, которые заменяют тратившее зрение. Еще новые лекарства, да, очень большой же прогресс, просто это очень дорого, да, и не всегда, не все могут себе это позволить. то есть прогресс в лечении колоссальный, колоссальный, прогресс в технических средствах колоссальный, просто не все умеют или способны этим пользоваться, так я бы сказала. Да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, проверяйте, вы единственное внимание не сможете следить, но же ли они этого могли достичь, потому что если этого не достичь, то же люди, это и художественная литература, они другими будут, но как это, такой путь можно было пройти? Есть ли это, вы были на самом деле, или существовало, и как? Ну, во-первых, это вообще понимание прочитанного, вы имеете в виду? Нет, нет. Ну, пасхе, пословите, ее же нужно понять, не просто конкретно, что там произошло, кто-то побежал куда, а как он смысл для этого стоит. И это же, в общем-то, не все спорят, как художество. Ну, вы знаете, они же сами выбирают литературу, и то, что им непонятно, они не берут. Да? Ну, если вы посмотрите, зайдете на сайт Суворов, Александр Васильевич, то вы увидите, что ему доступна любая литература. Но он ведь слышал до 11 лет, да, и учился в школе слепых, и вот этот запас дает ему колоссальное преимущество, да, вот, для того, чтобы пользоваться любой литературой. Ему доступна любая. Он сам пишет стихи, надо сказать, что все, да, вот слепогухи такого уровня, они все отличаются литературными способностями. Это очень, да, культирируется. Но другие с самого начала, на самом деле, я же говорю, что это очень долгая система обучения чтения, сначала это отбор текстов, специальное создание текста, и сказка, сказка со времен Соколянского оставалась далеко на будущее, потому что на самом деле сказка это очень сложное произведение, созданное для взрослых. Я уж не говорю, о чем другое, это постепенно, да, это вошло в какую-то другую детскую культуру. Поэтому это отбор литературы, но вот сейчас я переписываюсь, здесь она в бассейне плавала, там мы в бассейн тогда собрали всех тотально слепоглухих, они потом не могли их достать. И, значит, вот Галя Калоткина здесь вот первая, да, на таком батуте, значит, плавала. Девочка от арахноэдита до воспаления, в общем-то, не очень понятная причина, в 4 года слепоглухла, попала вот в нашу экспериментальную группу в Москве, потом Сергея Посад, сейчас живет в Кирове с семьей, она регулярно мне пишет, что она вот выписывает книжки, но понятно, что ей нужен такой сюжет, понятный, да, и она не будет выбирать сложные стихи, да, и басни, это просто, да, это так же, как у нас, вы думаете, многие, понимают, где-то 10% населения способно читать сложные тексты, а не диктивы с прямым сюжетом, сейчас мы тоже это видим, да, а что говорить о человеке, который ограничен так в опыте? я ответила на ваш вопрос, но есть традиция в обучении глухих, если я по глухих, постоянной проверки, как они понимают тексты, это обязательная драматизация, прочитал, покажи, прочитал, покажи, да, как ты понял, нарисуй, там, например, глухие обязательно рисуют каждый, да, но и в том числе слабовещие глухие, каждый кусочек текста, и мы таким образом убеждаемся, что они поняли, обязательно, обязательно проверяем понимание, это самое главное, чтение. Можно говорить, это главное, я просто правильно вам скажу, почему я относилась вот эта показатель, но мне очень интересно сказать, в общем-то, реально ли он, так сказать, у детей, вот, у слабослышащих, потому что оказалось, что это показатель уровня развития, это символическая, как бы, функция мышления, которая начинает работать уже у детей в 6-7 лет, и поэтому, ну, вот, я не знаю, может быть, они обходятся без этого другими способами, может, они этого достигают, но проверить нельзя, поэтому я это спрашиваю. Вы знаете, есть очень интересная методика, да, это в русле развития читательской деятельности, да, которая опирается на точку зрения не только, да, вот, Бахтина о том, что это диалог, художественный интег, диалог читателей и авторов, там просто это разворачивается до самого, да, до самых простых вещей, Елены Львовны Гончаровой, да, вот, она очень активно участвует во всяких конференциях по чтению, легко можно найти ее книжку, в которой, вот, она описывает очень подробно методику обучения, понимания чтения, и там удивительная система текстов, которые специально подобраны на разные случаи, да, очень рекомендую, я всячески пропагандирую эту методику. А как вы знаете? Елена Львовна Гончарова. Татьяна Александровна, спасибо большое. Остались еще какие-то вопросы? Ну вот, давайте два последних, да, пожалуйста, если можно, кратко. Да, фильм очень растрогал меня лично, я, конечно, смотрела со слезами, не представляю, как можно работать, вам, конечно, низкий поклон за вашу работу, но подскажите, как вы справляетесь с эмоциональным выгоранием, ну, просто я не смогла без слез смотреть. Как, как вот вообще справляетесь? Ну, так получается, что существует неопределенный естественный отбор. В эту область приходят и остаются достаточно устойчивые люди. Вот я, наверное, таким принадлежу, да, как бы достаточно равновешенная нервная система. У меня никогда не было проблем, честно вам говорю, с выгоранием. И больше всего мне в этом помогала, ну, на самом деле, исследовательская работа. Я же работала в научно-исследовательском институте, и, несмотря на то, что я была как учитель и как джиогноз постоянно, я должна была это описывать. И даже в случае, когда я не могла ничем помочь, а только выслушать, я все равно получала благодарность, например, от родителей, что необыкновенно поддерживала. И потом я описывала это. научная деятельность позволяет справиться с эмоциональным выгоранием лучше всего. Скажите, а когда таким качеством нужно обладать то, что ты работаешь с этими детей? Ну, мне так трудно сказать, разные люди, не так уж много, и очень разные люди тоже были, но я хочу сказать, что тот, который сразу приходит и ревет, он точно не дает. А кому интересно разобраться, как это происходит, тот остается. Надо сказать, что все, кто пришли в эту область, они, ну, на самом деле остались в ней на всю жизнь. Это очень интересно, учить ребенка, если это получается, особенно. Хотя, там есть истории, которые, конечно, очень трагичные, их помнишь всю жизнь, когда у тебя замечательно учится, вот мой первый ученик, еще когда я студенткой была, я фактически была домашней учительницей у слепоглухого ребенка, которого никто не брал, у него тяжелое поведение, и мы его вытащили из этой ситуации. Но потом, все равно, своей судьбой чужую не исправишь, родители, да, у них своя была история, они ее забрали, и я его посещала в доме, детском доме инвалидно, я никогда не забуду, да, как он мне сказал, я его, потому что мы последние, что мы с ним уже, мы с ним собирали электрические конструкторы, там зажигались лампочки, вентилятор, и у него была такая табличка, он делал сам, а когда не мог, у него была такая табличка, «Таня, помоги». И вот он, когда он меня увидел, он не просил, видимо, помощи, но он мне сказал, «Таня, помоги». И я никогда не могла ему помочь. Да, вот. Такие истории, к ним нужно быть тоже готовым изначально, это определенная дистанция, которая тоже помогает, вот, исследовательская, пожалуй, работа, необходимость, это описывать, держать. Дистанция, иначе невозможно. Скажите, пожалуйста, а что случилось дальше с детьми, вот с этими детьми, с детьми? Что это все это? Ну, Светочка, вы знаете, ведь детский дом, слепоглухий, вы видели его, когда вот новое здание въехали, а ведь это было дальше развал Советского Союза. Если раньше дети приезжали, у нас была вся, вообще диагностическая работа, учета была в лаборатории, это было по уставу этого детского дома, а потом это все прекратилось, они стали сами все делать, и была огромная проблема с наполняемостью, да, на 100 человек, а теперь там на 200 мест, если сейчас вы поедете в детский дом слепоглухих, вы там увидите человек 10-12 слепоглухих из 200. Все остальное это очень разные дети, с очень разными нарушениями, да, нет уже такой, во-первых, есть столько, да, другая немножко ситуация стала, и не Советский Союз, да, и Россия, и так далее, и так далее, вот Советы, я знаю, значит, когда этот детский дом был, долго был, находился в системе социальной защиты Российской Федерации в СССР, да, когда была, он принадлежал республике, да, Российской Федерации, Российской Федерации, потом он стал федеральным детским домом, значит, это федеральное учреждение, принадлежало тоже социальной защите, но на какое-то время, вы помните, у нас все время перестановки эти, да, правительства, он стал принадлежать Министерству здравоохранения, Министерству здравоохранения, такие учреждения, очень жесткая позиция, до 18 лет, а дальше, и всех детей, вот этих наших, слепоглухих, которых воспитывали там всю жизнь, в том числе и Веру, и Надю, близнецов, их отправили домой, да, в лучшем случае они попадают домой, и там тоже большая проблема, потому что, да, родители стареют, а им нужно общение, хорошо, они друг с другом, да, постоянно, но этому тоже недостаточно, а некоторые, которые не взяли дома, они попали в инвалидные дома, да, к престарелым, очень разная ситуация, вот сейчас фонд соединения, они финансируют дом такого проживания, да, тоже недалеко от Троицка, тихий дом, в котором, значит, вот бывшие выпускники живут, которые, да, взяли их из этих учреждений совмест, если родители не возражали, но это все очень большая проблема, которая у нас не решена, ни для каких инвалидов, это пробные, да, пробные такие, самостоятельное проживание в мире во всем, да, я имею в виду, конечно, христианскую, цивилизацию западную, там все это решено, они уже давно, нет больших учреждений, это муниципальные квартиры, в которых работают специалисты, и они живут самостоятельно, да, и мало того, общественность всячески поддерживает их, которые живут рядом, потому что они знают, что вот, да, это сын того-то, сын этого, не дома живут, родители предпочитают взрослых, как эта традиция, да, чтобы они жили отдельно, самостоятельной жизнью, но это вот решено у нас, этого нет ни для каких взрослых инвалидов, надо сказать, что в этом году, вот в магистратуру ко мне поступили четверо абитуриентов, которые работают, вот как раз в центре для молодых инвалидов, у нас колледжи есть, которые из недостатка желающих, они очень активно открыли для инвалидов, в том числе и вот, и наших тоже, да, но самостоятельное проживание, это большая проблема вообще, поэтому я не знаю, как Света вернулся, вряд ли, потому что там были потеряны связи с семьей, мама ее, тут Сибирь написано, в Владивостоке жила, и она родила ее 18 лет, девочка всю жизнь воспитывала детском доме, почти не брали, дальше дорого же стала ездить, да, из Владивостока, наверное она в доме престарелых, и поэтому это очень разные истории, очень разные истории, у нас это очень плохо обеспечено будет, сейчас вот вы видели здесь Зауча, который рассказывал, да, про стул, да, как обучать этому слову, она сейчас директор этого комплекса, Галина Константиновна Епифанова, и она получила возможность, нашелся спонсор, который вот заложили камень, учреждение для взрослых тут же рядом, землю дали и прочее, патриарх приезжал, и там такие официальные лица, он будет, этот спонсор будет оплачивать все это строительство, а потом передаст государство, такая, значит, ситуация, но надо сказать, это все-таки не очень хороший вариант, когда в одном месте собираются, да, такое большое количество инвалидов, раньше был, когда мы начинали работать, было 50 человек детей, мы их отбирали, за ними следили, и, наверное, нужно такие небольшие школы, но у нас вот все так, по этой традиции, все пока в одну, в одну кучу, это легче, да, решить, так что это вот, такой огромный будет комплексы для взрослых и для детей, а дальше все равно это не решение проблемы, да, все равно это не решение проблемы. Николай, если можно, последний комментарий. Мне очень важно было сегодня присутствовать, потому что, ну, во-первых, это моя молодость, потому что Татьяна Александровна, наверное, этого не знает, то есть она это знает, но она не знает мое участие в этом деле, ведь эти ребята четверо поступили на философский философ, в факультет. Четверо, все учились там, и я это почему знаю, потому что я вел у них семинары за Петром Яковичем Гальпериным, приезжая на Кропоткинскую, и это было, ну, для меня, ну, очень важно в методологическом плане, потому что вот эти четверо ребят, которые сидели, один держал палец на телетакторе, а второй рукой передавал, и они друг другу передавали в том, что говорил, первое поразительное было впечатление, это когда Саша Суворов, он говорил, для меня это было удивительно, но он говорил таким машинным голосом, и Николай Николаевич, я хочу спросить, этот вопрос был об эмоциональной стороне дела, очень трудно это сделать, потому что речь ставилась из рук в рот, то есть буквально делали, у него была, но там рассказывали, вот как это делается у тех, у кого нет этой речи, потому что руки ребенка были во рту воспитателя, а руки воспитателя во рту ребенка, то есть ставили буквально положение языка, и так далее, и так далее, то есть это, для меня это не просто, так сказать, естественный эксперимент, да, который жизнь проявила над этими детьми, а это для меня значимо, для нашего понимания, здесь был замечательный вопрос, так сказать, вот, что с ними дальше, да, потому что, или эмоциональное выгорание, от него можно спастись только одним способом, ты любишь этих детей, вот, Татьяна Александровна подчеркнула, но твоя любовь должна быть разумной, ты не должен растворяться в нем, потому что ты потеряешь себя, ты должен обязательно иметь вот эту дистанцию, и, к сожалению, многие проблемы нашего родительства, связаны с тем, что мы не видим этой грани, для нас это наше, наше, а он не наше, он свое, и это свое должно развиваться, по логике, так сказать, той жизни, которая выпала ему в удел, и я бы хотел, маленький комментарий дать тому, что это как бы в вопросах разных звучало, мы, к сожалению, до сих пор понимаем процесс развития, как движение от плохого к хорошему, а это не так, потому что развитие может идти от хорошего к плохому, и это тоже развитие, развитие это вообще объективный процесс, который идет в внутренней логике, и вот здесь опять-таки важно, почему нужно вот эти четыре часа в день как минимум с ним уметь, потому что все, что делается в предметной деятельности, идет через систему отношений, и поэтому понимание того, как это идет, как оно организовано, и еще один момент, который тоже хотел подчеркнуть, это то, что, ну, мой учитель, Петляш Гальперин, и здесь многие знают, так сказать, что теория поэтапного формирования строит процесс от материального действия к речевому, а здесь показано, наглядно показано, что здесь суперпозиции этапов, здесь каждое материальное действие сопровождается речевым аккомпанементом, и это дает смысловую сторону речи и осмысленность самому действию, и я хочу подчеркнуть, многие вещи, которые у нас уже стали почти хрестоматийными, они нуждаются в пересмотре, я недавно опубликовал статью «Вопросы психологии» во втором номере за этот год с таким странноватым названием о реинтеграции концепции культурно-исторической психологии, и деятельностного подхода Леонтьева, потому что они же разошлись между собой, если для Выгодского совершенно очевидно, речевая доминанта, она основная в развитии высших психических функций, то для Алексея Николаевича главной была самодеятельность, преобразование материала, а на самом деле это две проекции одного и того же процесса, о котором вы прекрасно сегодня сказали, совместной деятельности, без которой невозможно это движение. Я бы считал необходимым, вот это, Татьяна Александровна, надо, может быть, с ректором переговорить, этот фильм надо показывать всем, не только одной магистратуре по спецсуга Лебокова. Понимаете, это фильм, который должен пройти через целый ряд курсов, потому что он является богатым материалом для обсуждения всех сюжетов, и не случайно вопросы были проразные совсем, да, так сказать, вплоть от личности до духовного развития, так сказать, человека. Поэтому большое спасибо вам. Я просто хочу добавить, что на самом деле все фильмы вполне могут быть доступны преподавателям. Я всячески всегда пропагандирую возможность показать студентам и «Сотворившее чудо», это известный фильм про Элен Келлера, он тоже замечательно, замечательно, да, как бы может быть использован. И сейчас появилось два хороших фильма, которые сделали фонд соединения профессиональный. Я думаю, что если вот Суворов придет, мы покажем «Слово на ладони», да, очень хороший современный фильм про переживание, да, про желание жить у такого человека, про веру и неверие, да, там все проблемы есть. И сейчас есть фильм про родительские проблемы. Очень хорошие режиссеры приходят в эту область. И я думаю, что для любой дисциплины можно найти место таким фильмам. Для любой, просто для любой, да. Поэтому я всячески готова к этому. Спасибо большое, Татьяна Александровна. Николай Николаевич, спасибо огромное за подведение итогов. Я хотела бы сказать, что, во-первых, про ту встречу, которая у нас была посвящена Хеллен Келлер на вот этом сайте childhoodresearch.ru. Есть пост-релиз, там можно прочитать. Уже самое-самое такое заключение, просто маленький личный момент. Вот мое личное знакомство вот со слепоглухими началось, когда мне было 10 лет. Случайно попала в руки книга, где было стихотворение слепоглухой женщины. Я помню, что я его прочитала, и вот меня потрясло это стихотворение. И потом как-то эта книга потерялась, и я много лет пыталась найти, что это было за стихотворение. И представляете, как раз я вот, когда готовилась к чаепитию к этому, я стала искать, какое бы можно стихотворение поставить эпиграфом. И я нашла это стихотворение, казалось, что это стихи Ольги Скороходовой. Так что вот это действительно было удивительно. Спасибо большое за этот вечер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова